Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся со сборником, который называется My First Treasury of Snowy Tales. Данный сборник квадратного формата. Он около 21 сантиметра в высоту. Идет он в твердой дутой обложке. Страницы мелованные. Всего в сборнике около 100 страниц. Истории данного сборника были написаны автором Ксанна Чаун. Это британский автор. Сравнительно молодая девушка. Она закончила университет в 2000 году и пробует себя в разных сферах деятельности уже более 15 лет. В основном она пишет детские книги и фантастику. Иллюстратором данного сборника стал Джеймс Ньюман Грей. Всего данный сборник содержит 15 историй. Все эти истории снежные, ветреные, зимние, но очень уютные. Автор книги сама мамам двоих детей с 7 и 8 лет. Так что она точно знает, как написать историю, которая заинтересует ребятишек. Все истории в книге о животных. И, как признается автор, на часть из них ее вдохновили любимые питомцы. Две морские свинки со смешными именами. Тони и мистер обнимашка. Давайте посмотрим, какие истории мы можем увидеть в данном сборнике. Например, история Winter Clothes. Она рассказывает о папе Барсуке и маленьком Барсуке, его сынишке. И сынишке вся старая одежда становится уже маловато, пришедшей зимой. И они решают отправиться за обновками в магазин. И папа покупает ему такую одежду, что сыночек выглядит как космонавт. Потому что его очень веселит. И веселит его друзей. История о том, как подводный мир живет в такое холодное время, как зима. Совсем коротенький рассказ, который называется I Love Winter. Он рассказывает о том, какие забавы ждут ребятишек зимой. Следующая история называется The Perfect Present. Она рассказывает о дне рождения ежика, который всегда мечтал, чтобы в его день рождения пошел снег. И вот именно в этот день рождения его мечта сбывается. И вот ребятишки в его день рождения все играют в снегу. Вообще идея создания этой книги принадлежит Мелани Джойс. Это сотрудница издательства Igloo Books. Мелани верит, что истории для малышей должны быть спокойными. Нежными. В какой-то степени мягкими. Именно такой и была создана эта книга. Как вы видите, иллюстрации яркие, четкие. На них дано довольно много деталей. Поэтому очень интересно будет обсудить их со своими детьми. Истории в сборнике не длинные. Минимальная история идет от четырех страничек. Есть истории подлиннее. Начинать можно читать с детишками от двух с половиной лет и старше. Так как истории в всем том, что уже знакомы ребятишкам в самом юном возрасте. Сборник подойдет для детей с начальным уровнем языка. А также деткам с более высоким уровнем тоже будет интересно почитать истории. Потому что ряд вокабуляра, подобранный в историях, он из редко встречающихся слов. Последняя история в сборнике называется Raccoon's Winter Picnic. Она рассказывает о том, как зверята решили устроить пикник на улице зимой. Но оказалось очень холодно. И они решают перенести свой пикничок домой. Строят крепости с одеял, стульев, подушек. И мама готовит им бутерброды и печеньки. И у них получается такой дружеский, уютный вечер. Такой сборник мы сегодня с вами рассмотрели. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!